Здравствуйте, друзья! У нас в студии Антон, приехавший из славного города Черкасс. Большой город-то? 300 тысяч населения. Это областной центр? Да. Ну как. А что у вас там по краям? Какие области рядом? Киевская, Кировоградская, Винницкая, Полтавская. То есть много? Да, в центре, в центре Украины. А вы там не пострадали от Чернобыля когда-то? Нет. Нет, ну хорошо. Ладно, значит, девчонки симпатичные? Есть симпатичные. Так, а вы холостой? Да. А чего же вы холостой, когда девчонки симпатичные? Я вот на службу приехал. На службу? Понятно. Так вы по специальности кто? По образованию? Экономист. Работали экономистом или только по специальности? Ну, не совсем. А делали что? Работал у родителей на фирме. А они что делают? Они инженеры-конструкторы. Ну, а вы что делали? А я делал им, помогал по софтвару. А что же родители? Конструкторы, а вы нет. Ну, если бы это было в другой стране, может быть, пригодилось бы. Ну да. А так не сильно перспективно сейчас. Не строится здание. А в Черкассах вообще безработица большая, так реально? Ну, не знаю, там даже что и делать, потому что... Ну, люди-то что-то делают? Что-то делают, но на 100 долларов зарплаты. Вот так даже. То есть, а сколько вы платили за интернет? В долларах? В долларах. Ну, на сегодняшний день это 2,5 доллара. Это после того, как там упало все? Да. То есть, раньше было больше долларов? Раньше, да. Хорошо. Ну, за хороший интернет такой качественный? Ну, за хороший 4. А люди считают, что это дешево, а не платят? Или им кажется, что это на такие деньги? Ну, там, при пенсии 50 долларов в месяц. Не дешево? Не дешево. Ну, хорошо. Ну, видимо, пенсионеры не пользуются особо интернетом. Пенсионеры выживают. Понятно. Значит, итак, вы работали на фирме у родителей. Родители вам что сказали? Езжай, Антон, подальше отсюда. Или они сказали, куда же ты с нынки Украины? Не, они сказали, почему ты еще здесь? А сами чего? А сами работают пока. А молодые родители? Да уже не очень. Ну, вы у них старшенькие есть? Младшенькие. А теперь, кто у вас там старше есть? Сестра старшая. Намного старше? На 6 лет. Ну, внуки есть у родителей? Да, две внучки. Девочки? Ооо. Ну, они так общаются с внучками-то? Да, конечно. Играются. Хорошо. То есть, поигрались и отдали родителей. Двойная радость. Берешь, радуешься, отдаешь, радуешься. Понятно. Хорошо. А вы с внучками как? В смысле, с племянницами? Тоже дружим веселые. Но они уже так поговорить могут? Ну, старшая хорошо уже, а младшая пока еще учатся. Сестра вам не сказала, давай там устраивайся, я к тебе приеду? Говорила, конечно. То есть, есть такое? Да. Понятно. То есть, вам никто не говорит, что вы там предатель родины, что вы там в трудную годину? Не, ну, в шутку, может быть, где-то проскакиваю. Ну, в целом нормально. Да. Хорошо. А если вот, например, возьмете и будете ходить по Черкасам в майке, на которой нарисован американский флаг, вам кто-нибудь скажет что-то или всем пофигу? Ну, ничего особенного. Есть места, где могут люди быть недовольны. То есть, в Черкасах нормально? Да, у нас, скорее всего, не обратят никто внимания. А у вас есть там, у вас много пьяных вот среди населения? Пьяных достаточно много. То есть, пьют на Украине тоже? Конечно. А что, горилку или какую-то дай пьют? Ну, и водку, и пиво. Ну, такое, в основном это низший класс у нас. Ну, хорошо. А с чего вдруг вы решили вот эмигрировать? Вот что такое на вас-то? Ну, с девятого класса я уже жил мечтами об Америке. С шестнадцати лет? Да, и вот выиграл на третий раз. Подождите, а от чего вдруг эти мечты на вас наехали? Вы что, вы тут были по обмену школьниками? Нет, я первый раз здесь. Ну, а как же тогда? Мечта-то откуда? Ну, видно, интернет повлиял. Надо же как. Ну, и английский учили или как-то так? Учил, да, и в школе, и институте. Но пришлось идти на курсы повышать. Вот вы сейчас сидели на уроке. Там сколько часов там? Пару часов. Пару часов. Понятно, что Марина говорит? Процентов 80-85. Ну, можете сказать в двух словах, что там обсуждалось сегодня? Да, баги. Потом треки. И тестировали тоже баги сегодня. Ну, вам понятно было, в чем баг, когда показывают вот эту проблему? Понятно, в чем проблема? Ну, для этого надо знать кондишинсы, в чем может состоять баг. Так, ну, там обсуждается, на самом деле, когда на уроке. Но вот понятно было, из-за чего проблема? В чем проблема? Да, понятно, конечно. Ну, хорошо, ладно. А про нас вы тоже с интернета или, может быть, знаете кого-то? Я, когда готовился к отъезду, это было, я еще не выиграл Green Card. Читал форум про US, и вот там наткнулся на вашу школу. Потом поузнавал, ребят списался, которые тоже выиграли Green Card и посоветовали вас. Ну, вот вы читали, там видео, может, смотрели, да? Да. Не было ощущения, что все это развод какой-то? Да нет. То есть вы не подозрительный такой, не мнительный? Я вообще мнительный, но уверенно. Вы кто по гороскопу-то будете? Близнецы. Ага, понятно. Я на вас смотрю, думаю, ну, явно телец на меня даже похож. Там вот кудрявости добавить прям, будет на меня похож. Ну, ладно, значит, что же. Какие-то у вас есть первые впечатления? Вы приехали в ночь, сейчас я соображаю. Седьмого на восьмое. В субботу. Да. А сегодня понедельник, день. Да. То есть вы уже там почти двое суток тут. Вот за эти почти двое суток есть какие-то впечатления, что вот можно сказать, а вот я что-то для себя такое тут увидел, унюхал, почувствовал там. Ну, первое впечатление было шок, когда с аэропорта вышло. Еще в Нью-Йорке, а потом здесь, конечно. Ну, я видел, как вас снимали в аэропорту. Вы такой немножко лучше, чем многие. Но видно было, что вы так немножко прибабахнутый, такой ошалевший. Слегка. Это не сразу заметно, кстати. Ну, это усталость, наверное, рассказывается. Просто я это видел после того, как увидел вас с утра. И я смотрю, а-а-а, смотри, какой он ходит такой живчик. Да, вы с утра были такой бодренький. И я потом, когда смотрел запись из аэропорта, я думал, а-а-а, на самом деле он гораздо бодрее, чем вот это. Так, говори чего. Для камеры мне. Шнурочек. Да. Держи. Спасибо. Вот. И эти блогеры, значит, делятся друг с другом шнурочками для перекачки файлов. Правда? Правда. Хорошо. Извините еще раз. Ничего страшного. У нас тут проходной двор. Обычное дело. Так, вы себе что думаете по части будущего? Вот вы приехали, сели в класс. Как вы себе представляете, что дальше будет? Вот на сегодняшний момент. Буду усовершенствовать свой английский. Так. Буду вникать в курс обучения. И дома тоже заниматься. А потом? Ну, вы можете так по 12 часов в день там заниматься? Можете? Да, без проблем. Ну что же, это хорошо. И давайте тогда мы установим за вами наблюдение со стороны канала «Голос Силиконовой долины», а вы тогда уже будете периодически возникать и так вот, тем более холостой. Если там девушки хотят с вами в переписку вступить, как с вами вступить в переписку-то? Ну, на Фейсбуке есть, ВКонтакте здесь тоже. Ну, хорошо. Пусть они тогда под нашим видео. А вы знаете, что вы там напишите, что это под нашим видео? Они тогда увидят ваш аккаунт на Ютьюбе и будут вам на Ютьюбе писать в личку. Все время спрашивают, как связаться там. Я уверяю, что не только девушки, это какие-то люди из Черкасс могут сказать, как же вот я из Черкасс, как мне связаться. Очень много таких заявок от землячеств. Вы говорите, вот я тоже земляк, как связаться. Я из Баку, у вас там был бакинец, у вас там был еще кто-то. Вот они думают, что им бакинец скажет что-то такое, чего им не скажет и действует. Ну, есть уровень доверия повышенный к землякам. Хорошо. Делаем такой, значит, привет родителям. Тоже родители смотрят наш канал? Вряд ли они. Ну, вы теперь должны давать им ссылки. Пусть смотрят, теперь интересуются. Всем привет. Друзья, приезжайте. Всех ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok